Ну что, ребята, в очередной раз выключили свет. Клиенты мои, уважаемые, уже знают, как я работаю. Я им говорю, что пока свет есть, я делаю для вас астрологию. Пока света нет, я делаю для вас таро. Ну, как делаю? Я его записываю. Вот сейчас я видео, ребята, записываю. Естественно, без интернета. Публиковать буду, когда появится интернет. Так, у нас на дне колоды, посмотрите, турс-чаш. Но сегодня про любовь. Давайте какой-то еще тут антураж добавлю. Немножко красоты. Кстати, радуга – это мост, вы знаете? Мост, который соединяет возлюбленных. Вот давайте сегодня... Да что ж такое! Почему упала свеча? Скажите, пожалуйста, таро. Ой, шестерка. Шестерка кубков. Кто-то по кому-то скучает, а кто-то к кому-то приехать желает. Ностальгирует кто-то очень. Кто-то с юга к вам хочет. Кто-то с юга приехать к вам хочет. С южной стороны, с теплой, сердечной. Хочет той любви, что будет вечной. Карта ностальгии. Боже, у нас сегодня будет красивый. Красивый-красивый расклад и чувства. Туз кубков на дне. Шестерочка. Чаш. Давайте её оставим. Это карта ностальгии. Карта любви настоящей. Такой чистой. Она может случиться в любом возрасте. Абсолютно в любом. Но это та любовь, при которой человек ощущает себя, как в юности. Когда человек может сказать, это та любовь, о которой я мечтал или мечтала с юности. Давайте сигнификацию. Не, ну точно к вам кто-то спешит. Кто к вам спешит? Тот, с кем были разрушены отношения. Тот, с которым пришлось отношения исцелять. Они долго исцелялись. Это человек, которого вы любите. Тут вышла королева кубков. Меня смотрят мужчины. Я возьму шестерочку обратно, наверное, в колоду всё-таки. Меня смотрят мужчины. Ну даже если вы женщина, то тут такое изображение, что, в принципе, да, и на мужчину похоже. То есть человек, которого вы любите, с ним было разрушение, и вы исцеляли довольно-таки долго, может быть, даже отношения. То есть приходилось исцелять. Так, я забрала всё-таки шестерочку, потому что чую, что выйдет она ещё. Ну хорошо, называйте своё имя. Три раза. Называйте, называйте. Не бойтесь, это не страшно. Можете шёпотом, можете даже про себя. Да, то есть в голове просто три раза. Есть. Так, давайте смотреть ваши характеристики. Расклад для мужчин и для женщин. Характеристика того человека, о котором вы сейчас думаете. И что вас ждёт? А давайте в течение следующих трёх дней. Вот почему-то мне хочется три дня взять. С этим человеком. Ну, на дне колоды колесо фортуны. Ребята, старший аркан, судьба решается. Колесо фортуны поворачивается. Давайте сразу посмотрим, что вас с ним ждёт. Начнём с конца. Десятка жезлов, семёрка мечей и десятка кубков. Очень интересно. Те трудности, которые были в вашей паре, это была иллюзия и обман. Потому что на самом деле вы счастливы вместе. И вообще-то вы счастливая пара, счастливая семья. Вы счастливы вместе. То есть вам казалось, что ваша жизнь – это десять жезлов. Это как будто вам нужно десять огромных брёвен перетащить, срубить дерево или спилить его. И десять этих брёвен перетащить. Но это была иллюзия. Это не так. На самом деле это десять чаш, это десять кубков. Это карта счастливой семьи. Но здесь может быть и о паре, если вы ещё не в семье. Видите, у нас вышло. В ближайшие три дня вы поймёте, что трудно, не трудно. Это была иллюзия, что это всё трудно. Это всё легко. Это всё легко и приятно, потому что по любви. Это вы осознаете. Это осознание придёт. То есть здесь не событие, а большее осознание. Хотя, знаете, я ещё посмотрю, будет ли какое-то событие. Но предварительно давайте смотреть всё-таки характеристику. Характеристика ваша, характеристика вашего партнёра. Потом ещё посмотрим на будущее. То есть пока понятно, что в течение трёх дней вы поймаете осознание, что вы были в иллюзиях. Так, ну, смотрите, в ваша характеристика выходят карты, которые вас описывают, а на характеристике вашего партнёра прям конкретно выходят лица, как вы видите. Я вам сейчас потом ещё попозже покажу, поближе. Итак, ваша характеристика. Девятка кубков, тройка кубков и десятка пентаклей. Буду показывать сразу. Вы тот человек, который стремится исполнить все свои желания, и вы можете это сделать. Вы тот человек, который сейчас, когда вы меня слушаете, хотите радости, хотите оптимизма. Вам хочется праздника, чтобы жизнь была как праздник. А ещё вам хочется стабильной, материальной, устойчивой жизни. Снова-таки, как десятка кубков, как вот эта карта. Десятка пентаклей – это карта семьи. Ребята, кто не в семье ещё, кто не планирует семью или не планирует детей, то это в любом случае ощущение «я дома», «я в семье». Это ощущение стабильности. Стабильно. Это ваше описание. Описание вашего партнёра. Вышла королева и король, а между ними тройка пентаклей. Ребята, вот то, что это между ними, это также может быть некоторым фактором преграда, то, что мешает. Что такое тройка пентаклей? Это работа. То есть возможность, что сейчас многим мешает восстановить отношения, как мы видели, разрушенные отношения. Или же вы ностальгируете, печалитесь. Почему? Да потому что просто вы на работе всё время. То есть вы на работе, скучаете по своему любимому человеку, вспоминаете его, ностальгируете, пересматриваете его фоточки, переслушиваете, перечитываете переписку. Работа между вами. Смотрите, если меня смотрят мужчины, то ваша возлюбленная – это королева мечей. Это как раз бизнес-вумен, бизнес-леди. С тройкой пентаклей рядом – это вот прямое указание, что если вы меня сейчас слушаете, мужчина, и вы думаете, что с вашей женщиной, что с ней не так, почему она холодная, почему она мне не пишет, а почему она как-то, ну, холодно отвечает. Ну, работа её, так сказать, замучила. Бедненько, ей холодно там. Видите, ей холодно, она аж посинела. Она улыбается, потому что ей говорят, ну, слушай, клиенты пришли, давай натягивай улыбку номер 9. И арбайтен стайл. То есть речь о том, что здесь меня смотрят мужчины, у которых женщина – трудоголик, работоголик. А женщины смотрят, у которых мужчины, их мужчина – король огня. Она королева воздуха, он король огня. Это сочетание хорошее. Кстати, вот это может быть и ваша характеристика. То есть скажем так, что сейчас меня слушают женщины, у которых мужчина огненный, и мужчины, у которых женщина сейчас в воздушных энергиях. И также это вы можете в воздушных энергиях быть, если вы женщина. А это вы огненный, если вы меня слушаете, и вы мужчина. Это пара хорошая. Он огонь, она воздух. Да они могут пожарище устроить, капитальное вообще. Он зажигает, она раздувает. Он начало рывок, да, то есть он инициатор, она продолжает. То есть он поджигает, например, сток сена, а она… И всё, и всё, поле горит уже, да? Хорошее сочетание. Оба работают. То есть между вами сейчас работа. Тройка пентаклей. Тройка пентаклей, если это не работа, то это какой-то другой третий фактор ценностный. То есть вы оба друг для друга ценные, но есть ещё какая-то ценность, скорее всего, материальная, которая третья. Здесь намёк на треугольник. Треугольник материальный. То есть если это не работа, то третьим фактором могут быть деньги. Может быть, вы хотите на романтическое свидание пойти, но вам не хватает денег ради этого свидания, потому что, естественно, на это свидание нужно цветы купить как минимум. А может быть, вы хотите где-то в особом месте, да даже просто в кафе. Это ведь тоже, ребята, нужно и время, и деньги. Кстати, по пентакле может быть ещё и время. То есть здесь фактор работа, время, деньги. Надо подождать, нужно накопить. Время, деньги идут рядышком. То есть со временем у меня появятся деньги, со временем у меня появится время. Ну, работаете вы. И вот видите, троечка. Здесь у нас была тройка кубков, это праздник. А здесь тройка пентаклей, это работа. То есть вы желаете в эти три дня, я спросила на три дня, да, вы хотели бы поменять работу на три дня праздника. Наверное, меня сейчас слушают люди, которые будут работать. 30-го, 31-го, 1-го, 2-го, 31-го, 1-го, 2-го, да, вы будете работать, 31-го, 1-го, 2-го, либо 30-го, 1-го, 2-го вы работаете, а в мечтах у вас отдых, девятка чаш, это карта мечтаний, то есть вы мечтаете, так сейчас возьму свою красивую указочку, то есть вы мечтаете о трёх днях отдыха, знаете, как Пугачёва пела «Три счастливых дня», то есть «Три счастливых дня» хотя бы провести с семьёй, но семья, ещё раз говорю, это может быть не семья, это просто стабильность, то есть со своим стабильным партнёром, если мы читаем тараскрипт, если делаем, то получается такой тараскрипт, я мечтаю три дня провести с тобой мой любимый, моя семья, или моя любимая, моя семья, здесь читаем, моя королева, я работаю, но очень хочу к тебе, это если мужчина говорит, если женщина, она говорит, моя страсть по огню, моя страсть, я работаю, но я всё время думаю о тебе, то есть воздух — это думы, огонь — это действие и желание, то есть он желает её, она думает о нём на работе, то есть они всё это делают на работе. Ну, я теперь понимаю, о чём это тоже, да, вот у нас на три дня, то есть это о том, что много работы, у меня много работы, и я думаю, что очень тяжело с тобой соединиться, но это иллюзия, ребята, потому что соединиться вместе всегда легко, как в мыслях. Вот нам здесь и ответили карты, да, что даже если вы не вместе, даже если вы сейчас не рядом, то ментально, желаниями вы вместе, то есть думая о человеке, вы как бы уже с ним, да, как будто бы вы этим себя спасаете, вот о чём эта карта шестёрка кубков. Вот какая это ностальгия, это когда я сижу и на фоточку гляжу, да, с рабочим столом сижу, но на фоточку его гляжу, может быть, его фотка на рабочем столе компьютера, её, да, если вы мужчина, или в телефоне, вот о чём это. Хорошо, какие-то события на внешнем плане будут, кроме работы, у людей, которые меня слушают в течение следующих трёх дней? Мечты, 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 мечты. Мечты, мечты, где ваша сладость, где вечная к ним рифма младости. Вот опять о молодости, да, как будто бы молоды вы, молодые душой, луна это душа, молодые душой. Там была шестёрка кубков, это семёрка кубков, это также карта иллюзий и обмана. Но если семёрка мечей это карта обмана ментального, то есть вы ошибаетесь, у вас неправильные мысли. Да, то есть вы неправильно думаете, говорит семёрка мечей. Вы думаете, что очень тяжело быть в семье с этим человеком, очень тяжело быть в отношениях с этим человеком. Нет, это обман, семёрка мечей, вы обманываетесь. Вы обманываетесь. Семь – это семья. То есть у вас ложные убеждения, которые вы вытащили из своей семьи родительской. Либо из семьи, если вы были замужем, женаты были из той прошлой семьи. То есть вы эти обманы перетащили из прошлой семьи. У кого-то это прошлая семья родителей, у кого-то это прошлая жена бывшая, бывший муж. Неправда, всё неправда. На самом деле это всё десятка чаш. А семёрка чаш – это тоже карта обмана, но не ментального, а чувственного обмана, самообмана, приятной иллюзии, такого приятного апиатического состояния. Это седативного препарата карта. То есть когда вы выпиваете седативное, у вас становится всё хорошо, вы себя обманываете химически. То есть у вас всё осталось, как было. Просто вы выпили успокоительно, а вам стало легче. Вы вошли в иллюзию гармонии. Вот о чём эта карта. Эта карта медицинская во многом. То есть вы себя чем-то, какой-то иллюзией устаканили. Это карта стакана. И семь стаканов. Это семь планет. Об этой карте, кстати, очень долго можно рассказать. И, наверное, я расскажу. Я думаю, вам понравится этот рассказ. Я очень надеюсь, если вам понравится этот рассказ. Оставьте, пожалуйста, лайк, потому что карта чудесная. Это семь планет. Вся наша жизнь – это иллюзия. Вся наша жизнь – игра. Индусы говорят, что это всё майя, этого всего нет. Вся наша жизнь – это иллюзия Бога. Это сон Бога. Семёрка – это число священное, и это число времени, Сатурна, материальных ограничений. Сон – семь. Луна, когда вы спите. Сон – это самая большая иллюзия. Но ещё больше, чем иллюзия сна, это иллюзия самой жизни. Вся наша жизнь – это сон. То есть мы засыпаем, душа засыпает, забывает себя в теле. И у человека есть семь способов уйти от этой иллюзии в какую-то другую иллюзию. А здесь может быть очень много всего. По Нептуну это может быть выпивка, да, о чем мы говорили. Это не обязательно алкоголь. Ребята, кто-то кофе им упивается, как я. Кто-то чем-то ещё, снотворные, да, здесь идут. Седативные, снотворные, антидепрессанты. Это способ уйти от иллюзии, которая сама иллюзия. То есть способ уйти от жизни в другую жизнь, создать себе новую реальность. Понимаете, о чём это речь? Понимаете? Сон во сне. Уйти в сон во сне. Если жизнь – это сон, то вы хотите уйти в сон во сне. Это по Нептуну, да, идёт у нас. По Сатурну – уйти в работу. Трудоголизм – это так же, как алкоголизм. Воркоголизм – это тот же самый алкоголизм. Уйти в работу по Сатурну. По Юпитеру – уйти в чтение, в изучение, в учёбу. Тоже очень многие уходят, погружаются в слушание, в видение разных интересных вещей, научных передач. Это по Юпитеру – уход. По Марсу – уход в спорт. По Венере – уход в то, что вы любите делать, всё что угодно. Цветочки садить, покупать, не знаю, ходить смотреть в цветочном магазине. Иллюзия – то есть вы закрываете себе жизнь цветами. Понимаете? То есть смотрите. Иллюзия – новый вид. Очки розовые. По Венере очки розовые одеты. Очки розовые одеваете. Всё хорошо, всё в порядке, всё окей. То есть кто-то пошёл, выпил седативное, кто-то пошёл, поспелил на цветы, которые любят. Вот и всё, вот и седативное. По Луне – это уход в сон. По Солнцу – это уход в оптимизм, в благотворительности. То есть точно проверено, ребята, на мне проверено. Если вам плохо, если у вас прям страшная депрессия, вас рвёт и мечет душа, выходите, просто покупайте какую-то конфету, встречаете первого попавшегося ребёнка, даёте ему эту конфету. Ну я, гарантия, это на мне проверено. Понимаете? То есть я так делаю. Это несложно. Дети играют на площадках. Пришли, сами сели там с каким-то кофем, и ребёнок вам подбежал на конфетку. Ну всё. То есть благотворительность любая. Да просто пойдите кому-то, помогите. Дверь придержите кому-то. Вы войдёте в иллюзию доброй жизни, доброты. Очень много можно было бы говорить об этой карте. То есть вы будете уходить в иллюзии. Это карта ночных фантазий, ночных грёз, эротических снов в том числе. То есть если вы не рядом с человеком, то вам снится он точно. Семь дней в неделю. Каждый день вы видите, возможно, своего человека, любимого во сне. Каждую ночью он вам снится. Посмотрите, на дне колоды оказались возлюбленные. Да, ребята, я скажу так, что все, кто меня слушает, да, вы истинно любите. И представьте себе, что это сон. Пока вы ждёте своего любимого, просто спите. И всё вам снится. Будьте счастливы, подписывайтесь на канал. Будьте любимы и любите. Всех благ, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok